На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем. Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежда его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Ну, это сильное такое вот, коротенькое совсем исповедание веры. И может быть, вот из этого состояния отчаяния, когда такой вопрос, а что сделаешь? Праведник, что может сделать, когда основания разрушены? И мы впадаем тоже в состояние такого отчаяния. А что нужно сделать? От меня ничего не зависит. Моя хата с краю, ничего не знаю, вот такая судьба уже. Вот этот фатализм, которым мы, как бы, рождаясь, уже обреченные. Ну, просто влачить это существование раба, от которого ничего не зависит. А что сделать можно? А Господь испытывает. Слышь, и другой же взгляд на эту проблему. Вот в этих обстоятельствах разрушенных оснований Господь испытывает. Ну-ка, проявись ты, кто ты, как ты живешь. Верен ли ты твоим идеалам? Верен ли ты вот своей вере, своему Богу в этих обстоятельствах? Вот это мысль, слушай. Это тут в этом псалме, вот в этом 10-м псалме. Господь во святом храме своем. Слышь, это основания наши разрушены. Это человеческие...